Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами летнее платье с драпировками, с объемными рукавами, с перекрученным лифом. Такое более сложное, более интересное, более нестандартное. Для того, чтобы разнообразить наши техники, посмотреть, как это можно рисовать в Adobe Illustrator. Итак, я взяла шаблон. Данные шаблоны можно скачать, вы найдете все ссылочки под видео. Убираю у него лишние ручки, которые мне не понадобятся. Блокирую слой, на котором он расположен. Выбираю инструмент перо. Цвет контура черный, нет пунктирной линии, толщина 1 пункт. И платье в массе своей, оно у меня симметричное, поэтому я сейчас нарисую сначала одну сторону, а потом нарисую уже вторую сторону, слегка ее подкорректировав и добавив уже асимметричных теней. Беру наш шаблончик и начинаю традиционно с правой стороны, с верхом. Отличительной чертой будет, что достаточно глубокая, не совсем декольте, но будет глубокий вырез. Так, здесь оставляем линию. Вот такая штучка здесь сразу, сейчас я ее пересборю, сделаю, покажу, что здесь сборочка у нас, и сюда она будет приходить. Так, правый контур, который вот здесь у меня неправильный из-за направляющих. Вообще, я думаю, что сейчас покрупнее сделаю лифт, чтобы было его удобнее рисовать. А потом уже, когда будем рисовать юбку, то я уже достану тогда другую пропорцию и буду смотреть. Так, хорошо, теперь сразу сейчас раззеркалю его, немножко не так, как я обычно рисую, да, а сделаем сразу зеркальное отражение, потому что здесь должен быть такой элемент интересный. Сюда вот такая заходящая штучка должна быть, как пояс, и она вот здесь должна присутствовать. А это можно сделать только вот уже непосредственно, как говорится, на месте. И вот эту линию тоже сейчас немножечко поправлю, она вот сюда должна идти. Здесь вот так. Так, да, и вот эту вот сюда. То есть немножко-немножко все равно индивидуально работаю над этими линиями. Ну, хочется уже показать не совсем стандартные эскизы, потому что мы с вами базу рисуем. Хотя я вот сейчас посмотрела, мы нарисуем побольше женских, потом уже можно будет переключиться на, например, мужские или детские. Потому что хочется сначала охватить, ну, все-таки более такой широкий ассортимент. Давайте скажем так, все-таки женский ассортимент, он у нас пошире на рынке представлен. Потом уже идет детский и мужской. Соответственно, сейчас охватим женские всякие красоты, потом уже будем мужчин рисовать. И очень многие вещи, которые я показываю в женском гардеробе, будут практически идентичны мужскому. Например, как рисовать футболку или как рисовать джинсы. Но я думаю, что ни для кого не секрет, что там практически все одинаково. То есть там ничего такого прям сверх не будет. Будет все очень похоже, поэтому... Если интересует именно мужская какая-то вещь, вы мне напишите. Ну, которая вот именно мужская, которая не коррелируется с женской модой. И вот в женской мы ее не видим. Ну, потому что реально там футболка или рубашка, ну, это не сильно принципиально. Какую я покажу, да, мужскую или женскую. Просто надо будет немножечко ее подправить под ваши модельные особенности. А принцип будет тот же самый. И можно взять, например, шаблон. Я рисую на женском шаблоне. Взять, например, детский шаблон. Таким образом рисовать уже то, что нужно. Там те же футболки, те же джинсы. Они все будут абсолютно похожие. Так, здесь у нас будет кокеточка. Сейчас надо все разведем. По спинке тоже здесь будет кокетка. И еще будет центральный шов, видим. Немножко я промахнулась сегодня с нахождением. Вот так. Это то, что мы видим. Смотрите, flat sketch или технический рисунок. То, что как бы плоско у нас лежит. Вот если вы изделие плоско разложили, вы его так будете видеть. Конечно же, если оно будет одет на человека, то эту часть мы видеть не будем. Мы будем видеть там внутри. Тело. Так, рукавчики. Хочу сделать фонарик. Вот он такой достаточно объемный. Манжет. Вот эту часть сейчас тоже немножко поправим. Хочется, конечно, немножко вот манжет вот сюда подвинуть. То есть не делать так ровно, как он по руке там. Немножко его сместить. Сделать вид, чтобы модель немножечко подвинула рукой. На мой взгляд, это будет более живо и интересно. Но вот эту часть все-таки надо уменьшить относительно общей пропорции. Она излишне большая. Так, вот так. Теперь нарисую на нем основные складочки. Они будут достаточно глубокие. Чтобы это было прям видно и понятно. Сюда тоже. Такой вот он на присборенном таком. Складочки нарисуем везде. Здесь тоже складочки. Здесь складочка. Так, теперь сюда будет такая тень идти. И здесь будет тень. Сейчас пока это контур у меня не очень смотрится. Мы сейчас добавим туда заливочку. И все будет красиво. Здесь, конечно, при рисунке эскизов нужно понимать, что в голове нужно абстрагироваться от того, что вы делаете немножко. И понимать, да, это сейчас вот оно так выглядит, но оно на самом деле будет другим цветом и будет совершенно по-другому смотреться. То есть вот эти вот вещи, от них надо научиться абстрагироваться, не делать на них жесткого акцента. Просто понимать, я сейчас рисую эту линию, потом она, конечно же, не будет линии, потом она будет просто заливкой, притом полупрозрачной и не будет такой яркой. И это вот, когда вы рисуете эскиз, нужно просто держать в голове, потому что иначе будет очень тяжело. А, у меня не такая линия. Нет, она такая, просто вот она сейчас еще поменяется. Она будет не только такая, она будет именно объектом, а не линией. Разве сейчас еще линии добавим? Вот тоже оно сейчас залилось как бы как объект, а на самом деле это будет линия. Сейчас я сначала сделаю. Убираем, делаем тоньше и здесь тоже сейчас линии добавим. Это вот уже момент рисунка со складками, когда нужно тщательно прорабатывать. Я знаю, что есть мастера, у меня, кстати, на курсе, я тоже смотрела, есть у девочки. Вот просто дано. Ой, мне так нравится, там платье полностью шелковое, задрапированное. Ну, я бы так подумала, а братцы мне за этот эскиз, мне прям так нравится, такой вот там эти драпировки, там столько теней, столько линий, так здорово. Ну, в общем, вот по характеру, да, то есть кому-то подходит, кому-то нет. Я скорее больше минималист в этом вопросе, то есть рисую по необходимости всякие складки, драпировки. Хотя иногда как бы находит, хочется что-нибудь такое нарисовать. Но вот это может быть ваше, может быть не ваше, и не надо себя за это винить, потому что такое тоже бывает. Что просто вот, может быть, у вас там шикарно будут получаться жакеты, но при этом не будут получаться драпированные вещи, да. Такое бывает. Или я знаю, что есть прекрасные художники, которые занимаются пошивом гимнастических купальников. Ну, вот для них там, например, какие-то джак создать сложно будет. А купальник там расшитый пайетками, вообще очень сложный по конструкции, там и по ткани. Эти бифлексы не все за них берутся, многим они страшные, их не понимают, и им здорово. У всех своя такая вот особенность работы. Что-то вам будет нравиться, что-то не будет. Я считаю, что надо пробовать, надо смотреть, как оно там заходит, не заходит. Я показываю максимально, да, возможно, там у меня есть какие-то более сильные стороны, что-то у меня получается получше, что-то у меня получается похуже. У меня тоже нормально, я же живая. У меня тоже есть свои подпочтения и свои какие-то... К чему, как говорится, душа лежит, да, вот это мне там побольше нравится, это поменьше. Это абсолютно нормально. Так, давайте сейчас пока я все это сделала. Это тенюшки сразу мы сделаем все. Выбираем. И по интенсивности они будут вот такие. Теперь еще линеарности добавим. Здесь вот это очень важно. Вот кто любит, кому нравится вся вот эта красота, другие кто любит вот это все прорисовывать, вам это прям будет доставлять мега удовольствие. Рекомендую попробовать. Вообще архитектуру складок, ее отдельно проходят в вузах, прям рисуют драпировки отдельно, в книжках много. Я рекомендую покопировать. Во-первых, покопировать при том, как из книжек, то, что есть, и как рисуют другие авторы, чтобы вы посмотрели, как они оформляют ту или иную там складку или драпировку. А во-вторых, покопировать светотеневые моменты, как отображены, чтобы вы это понимали. И потом уже, когда у вас в эскизе возникнет какая-то необходимость там нарисовать какую-то складку, вы уже будете вспоминать, ага, я вот там такой шарф рисовала, и он вот так вот был оформлен, и мне сюда вот он как раз, эта техника и подойдет. И его уже прям вставлять. Тоже очень ценные навыки. Это тоже тень. Она, кстати, должна быть достаточно глубокая, потому что она показывает то, что там оно одно на одно. Так. Теперь тенюшечки. Красотушечки, тенюшечки. Все вместе мы это выбираем. Видите, линии такие топорные, страшные, как, не знаю, в общем-то они ассоциируют с толстой жирной червяки, такие с топорными концами. А потом мы их просим быть красивыми, и они становятся мягкими, нежными и украшением нашего эскиза. Ну, это как я для себя в голове их обозначаю. Вы можете их по-другому обозначать. Вот так. А что я сейчас сразу сделаю? Я вот эти части залью немножко более темным оттенком, чтобы они утонули назад. а вот эту часть рукав. Сделаю зеркальное отражение. Оу! Неправильно выбралась. Сейчас. Выбрала точки вместо объектов, выбрала точки инструментом Direct Selection либо белая стрелочка, как ее часто еще называют. Вот. Так. 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 Как я уже говорила, я тут немножечко отошла от шаблона. Вот мне хочется так. Вот сейчас хочется так. И вот сейчас я залила, да, и я понимаю, что хочется еще складочек. И хочется их сделать красивыми, а не вот такой тяп-ляп. Сейчас для этого мы сделаем вот что. Я создам новый слой, для того, чтобы он у меня не перекрывался. И создам вот здесь дополнительные складочки, которые бы мне хотелось видеть. Притом специально асимметрично сейчас сделаю, чтобы... Ну, не бывает такого, что там на платье даже симметричная складка вот прям будет абсолютно. Нет, она все равно будет как-то чуть-чуть. отличаться. Вот именно этого и хочу сейчас добиться, чтобы были какие-то у нас отличия. Хочется, чтобы прям зона такая более темная была. Она сейчас на другом слое, она не заденет нашу основу. сюда тоже складочек. Прям побольше, побольше. То есть понимание, что ткань прям такая задрапированная здесь. И вот здесь такая глубокая штука. Вот так. в данном случае у меня есть приблизительная нарисовка того, как я хотела бы, чтобы это выглядело. И сейчас вот я уже в процессе. Видите, Астапу понесло, Астап начал тут творить красоту. Соответственно. Сейчас мы это все добавим. Так. А еще будет тень вот здесь. И это не надо забывать. Это всегда очень красиво смотрится, когда у нас есть какое-то вот нахождение одного слоя на другой. Или такой вот вырез. И там должна быть должна быть тень. она там быть должна. Видите, таким объемом заиграла. Ну и соответственно это у нас получилась блуза. А под ней это может быть отдельная юбка. Или это все-таки может быть что-то пришивное. Так. Давайте-ка я это соберу все вместе. Смотрите. Сейчас два слоя сгруппироваю. Все становится одним слоем. Вот. И сейчас на вот этом нижнем слое, который у нас остался, как раз мы юбочку и нарисуем. А юбка здесь хочется такую свободную. Такую с небольшими драпировочками. Но по моей задумке она должна быть на пуговках. Соответственно. Еще сейчас повыше. Видите, она автоматически туда под низ уходит, потому что она находится на нижнем слое. и это очень удобно мне. Так. Здесь вот она пошире. что сейчас вот у меня произошло, я сейчас это поправлю. Смотрите, не может быть такого, что вот так вот низ подол висит. Это значит, что-то там неправильно скроили. Надо поднять точку. То есть складки могут быть, когда не совсем ровный низ, да, там как-то волной. вот такого не надо делать. Это неправильно. Так. Вот это должна быть нахлестом. Сюда. Наверное, слишком сильно я нахлестала. Сейчас немножечко. Эть. Там должны быть пуговки. Притом пуговки такие красивые на ножке, обтянутые основным полотном. Поэтому я их сделаю маленькие. Ну, и хватит, наверное. Чуть-чуть сейчас мы их даже... Ну, они по одной линии должны располагаться, да, на изделии. Но здесь все-таки покажем, что они как бы играют. Юбку посвободнее. И тоже юбочке дадим складок. Ну, во-первых, линеарных. Из правильных мест. Да? В том числе, эти линии сделаем тоненькими. Они будут не привлекать внимание, просто добавлять то, что вот здесь у нас есть с вами легкие складочки. Задача не акцент на них сделать, а просто показать, что они там вот. Ну, как бы вот там они. Так, что меня еще смущает? Меня смущает перекос по бедру. Я сейчас посмотрю без заливки, что-то мне не нравится в этом месте. А, ну вот, что мне не нравится. очень сильный отход от бедра. Вот так. Чтобы приблизительно с двух сторон оно было похоже. вот так. Так, теперь зальем этот цвет белым. Эту заливочку белым. И добавим немножечко теней. Тень будет вот так идти. Это такая большая глобальная тень по юбке. Недомление постоянно сыпется. Так. Она будет вот такого оттенка. И теперь сами складочки. Можно, кстати, новый слой создать и делать складки на нем, потом все соединить. Будет намного проще. Вы не будете цеплять вот эти линии, которые там у вас уже есть. Они постоянно цепляются, когда вы так рисуете складки. И это очень не здорово. Вот. Конечно же показать, что здесь у нас с вами такая штучка. Ой. так. Так. Назад уберем. Так. Свет вкладочки. Помягче. Я думаю, можно их сдать, чтобы они не были такими жесткими вот так чуть-чуть в общем то вот то такое платье у нас с вами получилось мы сейчас группируем юбку и платье все вместе поскольку по конструкции мы сделали раздельными ну соответственно юбку и вверх то вы можете и когда заливать данное платье вы можете юбку одним цветом вверх другим но мне почему-то больше нравится идея сделать это единым цветом сейчас мы это сделаем с вами так дублируем это она мне сказала что ты знаешь что у тебя шаблон не скопируется несколько знаю теперь входим в группу выбираем весь белый цвет и я его видела в таком вот похожее платье в таком морковном красно-коралловом цвете сейчас я попробую его подобрать такими драпировочками она была просто вот не прям очень интересная по цвету еще она будет божественно смотрится в бордовым и в зеленые суморудную все это поправлю сделаем так смотрим вот смотрите все мои тени все осталось правильно нарисованный эскиз поморочиться чуть-чуть во время рисования и потом просто кайфовать от того как приятно классно удобно с ним работать так я хотела сделать его бордово-красным да ну божественно бордово-красным цвете и и еще зеленым конечно вы можете сделать любом цвете которым вам нравится я скорее показываю инструменты которыми можно это сделать а уже непосредственно стилистику дизайн вы можете выбирать сами мне захотелось именно вот так сегодня это все сделать так давайте посмотрим видите как удобно и вот я могу его вот прям реальный любой цвет какой мне нравится на том и остановиться при том отчасти от цвета беру а потом уже буду ему там насыщенность всякую гонять гонять из там глубже уводить ярче насыщение насколько мне этот цвет такую сторону никак не найду цвет который мне провод вызывал бы ощущение вау вот смотрите наше с вами такое интересное с драпировкой с юбкой с пуговками со сложными рукавами платится но мне кажется получилось очень прекрасно очень летние очень свежие пробуйте вот вам эскиз на усложнение я любитель больше простоты но это не значит что я не могу нарисовать могу просто не всегда это хочется делать не всегда на это а есть настроение обязательно пишите что еще хотите нарисовать особенно пишите по мужчинам буду делать отдельный блок думаю эскизов 10 мы обязательно нарисуем но хочется рисовать что-то такое прям красивое вообще у меня была одна интересная идея я ее проработаю если все с ней получится мы обязательно по ней все с вами нарисуем если понравилось видео ставьте лайк не забудьте нажать на колокольчик для того чтобы узнать когда выходят новые видео они выходят каждый вторник и иногда еще в другие дни тоже на этом все до скорых встреч пока пока